1986 Не пощадив ни виноватых, ни правых, не назвав ни одного победителя, стерев сами причины конфликта в ядерном огне, который отбросил немногочисленных переживших бомбежку обратно в средневековье. Во тьму, поглотившую технологии, культуру, мораль. 2005 год. Прошло 19 лет со дня Великой Чистки. Обе некогда великие империи и их союзники теперь лежат в руинах. Однако на этих руинах поднимают голову новые цивилизации. Из проржевевших радиоактивных обломков старых держав строятся диковатые эрзац государства, вынужденные каждый день вступать в жестокую, отчаянную битву за право существовать в этом новом, изуродованном апокалипсисом мире. Всем привет, меня зовут Сергей и, ребята, снова у нас Атом РПГ. Мы с вами одно время уже смотрели эту игрушку, когда там была доступна только демка. Недавно она релизнулась в Стиме. Как вам вступительный ролик? Кстати, мне так весьма понравилось. Я даже специально спрашивал у разработчиков, что можно ли мне это включить в видео, чтобы это самое, не прилетят ли потом заявления всякие за нарушение авторских прав. Сказали, можно, включайте. Типа, все будет нормально. Над роликом явно постарались. Давайте посмотрим, постарались ли еще и над игрой. Бенин, написано. Бенин песок. Не знаю, к чему я это просчитал, просто пускай будет. Так, настроечки. Настроечки простые, как палка, больше здесь особо ничего нет. Хорошо, ладно, поехали сразу тогда. Новая игра. Алина. Симпатичная Алина. Земфира. Янис. Рута. Да, выборов персонажей в этот раз побольше. Смотрю, есть некоторые из старых портретов, есть и новые. Хорошо. Давайте, давайте, допустим, допустим, Григорий. Вполне себе, что бы и нет-то. Итак, Григорий, рассказывай, какие у тебя будут характеристики. Игрушка флаута подобная. Кто уже смотрел предыдущее наше прохождение, тому, в принципе, рассказывать не надо. Кто не смотрел, я думаю, тот и так уже понял. Особенно, кто видел все эти флауты и тому подобное. Так, поехали. Во-первых, я хочу, знаете, что сделать? Я хочу силу и выносливость. Где, 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 где? Мы будем преимущественно легким оружием орудовать. Поначалу так, холодное, легкое. Здесь навыков у меня двадцатник. Взломать его да не парится. Нет, ладно, я ее взламывать не буду. Давайте мы сделаем так. Мы сейчас попробуем поначалу по-честному ее проходить. Если надоест или еще что-нибудь, тогда я, может быть, ее взломаю и мы ее пройдем не по-честному. Удача. Это, кстати, стим-версия. Сила, выносливость. Заключик, опять же, спасибо разрабам. На ловкость, скорость бою, меткость, ближний бой, взломы, кражи. Вот ловкость сразу давай, потому что очки действия – это хорошо. Интеллект. Количество очков навыков, которые вы получаете с каждым новым уровнем, также раскрывает новые возможности в диалогах. Знаешь, что я хочу инту? Пожалуй, даже вот так, на девятку. Хотя, нет, лучше все же вот так. Да. Потому что далеко не со всеми в пустошах можно договориться. Пускай даже будет вот так. Внимание, меткость бою, огнестрел. Всевозможные особенности в диалогах и окружении. Интеллект десятка – это остается. А выносливость, общая здоровье, сопротивляемость остается. Переносимая, 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 переносимая. Пожалуй, сделаю даже, наверное, вот так. И внимание на шестерку. Хорошо, потому что я помню, что происходило тогда, когда мы первый раз с вами играли, когда персонаж стреляет просто в упор в голову врагу, и при этом как-то промахивается. Я не знаю, как это возможно, но как-то это, видимо, возможно. Итак, Григорий, погнали. Загрузечка пошла. В 1979 году отношения с СССР-Западом сильно накалились, что привело к полномасштабному Армагеддону в 86-м. Война была бы бы быстрой, разрушительной и жестокой. То, что человечество выжило, уже само по себе можно считать чудом. Прошло 19 лет, а наступил 2005-й. И обе некогда великие империи, и их союзники теперь лежат в руинах. На этих руинах поднимают голову новые цивилизации. Эта история происходит на небольшом кусочке земли на юге бывшего СССР. Даже учитывая то, что саму эту территорию не сильно затронула ядерная бомбардировка в сравнении с более индустриальными районами страны, последствия ощущаются и здесь, несмотря на то, что в пустошах есть некое подобие централизованного правительства. Торговые пути и даже свое телевидение – эта земля все равно страдает от голода, болезней, преступности, радиации. Если верить слухам ужасных мутировавших монстров, вычлен секретной организации «Атом», созданной еще во времена СССР. Главная задача вашей организации – сбор, восстановление, посильное внедрение старых и новых технологий. А в идеале – полное возвращение до военного уровня жизни. Именно поэтому «Атом» отправляют в пустоши поисковые экспедиции. И недавно одна такая экспедиция под руководством генерала Морозова перестала выходить на связь с главной базой. Человеческий ресурс ценен, поэтому стандартная процедура в таких ситуациях – отправить на проведение расследования одного или трех молодых оперативников или оперативниц. В этот раз для выполнения этой миссии выбрали вас. Вам известно, что отряд генерала Морозова направился изучить таинственный, отправился точнее, довоенный бункер, бункер 317. А вот чего вы не знаете, так это точное расположение этого места. Только то, что бункер находится недалеко от деревеньки Отрадная. Мне вот вообще интересно, это что был за бункер такой, местоположение которого посеяли? То есть экспедиция генерала Морозова, она, судя по всему, знала, где находится этот бункер и шла целенаправленно. Но они сами ухитрились потеряться, а те, кто посылают нас за генералом Морозовым, еще и потеряли местоположение бункера. Странно. Вставай. Интересно, что ждет меня в пустошах? Ну если ты будешь сидеть на месте, то приползет, например, какой-нибудь рад таракан или что-то вроде. Пойдем. Графоний какой насыщенный стал. Краски прям такие. Краски, краски. Угол карты. Я хочу сюда. Сюда меня не пускают. Ладно. Нет. Здорово, мужики. Че, как дела? Садитесь, погрейтесь. Из неровных, пляшущих перед вам костром, перед вашим костром теней материализуется крепко сложенный темноволосый мужчина, лет 30 одетый в засаленную униформу цвета хаки. Опа, опа. Да ты, товарищ, прям будто с обложки старого журнала слез. Не помешаю. Мужчина останавливается перед вами и потирает руки, будто бы для согрева или для демонстрации внушительного кастета, надетого на его левую руку. Хрен его знает. Ты респоходник, не иначе. Палаточка такая чистая, шматье, нелатная, хабара, уууу. Мужчина присвистывает, его взгляд быстро проходится по всем вашим пожиткам. Не тяжело добра столько на себе таскать. Слышь, я и труп твой на себе потащу, если захочу. А лицо незнакомца неожиданно расплывается в зловещие улыбки. Ну, окей, давай зубы убивать. А то мы с пацанами помогли. Ну, не бесплатно, конечно, но за вполне приемлемую сумму. Что скажешь, старичок? А, не на того напал мужик, меня к стычкам с аборигенами не один год готовили. Общение, слушай, я согласен, делиться нужно, но у меня самое необходимое для выживания. Сила, осторожно, мужик, темноте, может, незаметно, но ты нарываешься на проблемы с тем, от кого этот оловянный кастет тебе не спасет. Черт с вами, давайте грабьте, гады позорные. Общение. Успех, мужчина добродушно улыбается и по... Что за... Я гопника сломал, походу. Какого хрена гопник мне добродушно улыбается и подмигивает? Давай драться, ему дела. Не боись, салага. Солдат, ребенка. Слышь. Я, судя, так-то по внешнему виду, мне вообще лет 50, а тебе 30-ник. Иди отсюда, сопляк. Ща глянем, что у тебя тут за вещички, может, все и не заберем. А ты пока полежи, отдохни. Да ты петуха. Так, шанши... Слышь! Читар! Хватаем хабар, мужики. Блядь, за яйца себя схвати. Упырь. Ну... Да, ёптер. Григорий получил урон 3 хп. Да, причем это в основном, по-моему, был урон самолюбию Григория, чем физическому здоровью. Ну, все. Вот гребаные гопники. Так, фляжечка. Пустая армейская фляжка. Ну, спасибо, хоть не нас сали внутрь. Палатку можно с собой забрать? Нет, нельзя. Здесь мне ничего не надо. Так, на альт какая-нибудь подсветка есть? Если есть, то подсвечивать ничего. Здесь, что ли, пошарится? Вон какая-то... Не, это просто... Это мне не надо. Так, 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 так... На карту я пока что выйти не могу. Где зона выхода и отсюда? Сюда я выйти тоже не могу, по-моему. Или могу? Нет. А выпустите меня, пожалуйста. Ага, во-во-во, сюда потопали. Так, я точно все забрал? Это у меня есть... Забрал бы с собой палатку-то. Реально, что за нето при такой? Это же, блин, это же брезент. Его можно применить вообще куда... Ни хрена себе, грибы. Его применить там можно куда угодно 10 раз. Там куча способов есть. А он ее бросил. Совсем расстроился, наверное. Ну? Что все такое черное-то? Ага, лучше. Проведя весь день в пути, к вечеру вы начинаете замечать следы человечества. Небольшое поле, пастбище. Наконец, деревянный указатель с пылевыми отверстиями в нем. Название отрадное. На указателе подтверждает, что вы на правильном пути. Уже наступила ночь, когда вы подошли ко входу в небольшую скромную деревушку. Здесь вы можете закупиться припасами, заработать немного денег и самое важное, узнать, где находится бункер 317 и бежать туда с пустой фляжкой наперевес. Пойдем. Здорово! Мы с тобой уже общались. С той, кто идет? Да я иду. Господи, забыл уже что ли. Вы видите крепкого мужчину лет 30? Так, ладно, ребят, давайте мы сделаем следующим образом. Так как у нас по Атому уже было, по-моему, целых 3 серии. Гав-гав-гав, сказала собака. Молодец, собака. Я не буду опять по новой все это зачитывать, все эти диалоги. Так, будем читать их просто по диагонали, по-быстрому. Если нас в данной игре хватит надолго, она нас затянет, то тогда уже все новые диалоги мы будем читать более вдумчиво. Вот эти вот я пропущу, потому что большинство все равно их уже видел. А кто не видел, просто посмотрите предыдущие серии. А, физкульт, привет, товарищи. Да-да, привет, старых щеблец. Мужчина хмыкает. Я ищу кое-кого. Кого-то из деревни нет. Хотел бы задать вопросов так. Во-первых, касаемо работы, я уже знаю, куда бежать. Военный отряд. Проходил отряд, не гавкай. Не знаю, военный, не военный, серьезные ребята. Искали руины. Где руины? Ян берет карту и чертит угольком крестик. Спасибо! А вот тут, смотри, неблизко и недалеко. Хорошо. Так, глобальная карта обновилась. Напомните мне... Так, это... Это карта локальная. А где карта глобальная? Отдых. Или мне не включит глобальную карту? Ну-ка, погоди, выйди. Сюда иди лысы. Идет. Новые яркие... А, тьфу-то, блин, это Nvidia. Это... Уйди от меня, Nvidia. Ну, ну... Здесь встроены интерфейсы эти Nvidia. Если честно, Nvidia. Меня это маленько подбешивает, так тихо стоять. Угу. Бункер находится в том же месте, где и в прошлый раз, но соваться сюда вообще без оружия. С кулаками наперевес я точно не буду. Какие-то зеленые испарения. Так, а карта вообще сильно поменялась? Нет? Здесь какое-то место непонятная гора. Сюда уже нельзя. Сейчас быренько все посмотрим, просто пробежимся. Мосты отрушены. Не, ну так-то есть где пошариться. С учетом того, сколько в этой игре диалогов. Я думаю, на прочтение всех диалогов там уйдет времени просто куча. Так, ладно, возвращаемся назад. Войти. Войти в отрадное. У меня, во-первых, голод. Мне нечего жрать. А это значит, что нужно как можно быстрее скарифаниться с местными. Взять у них работу. Магазин, любые товары. Так, идем сюда. А-а-а, вот самый главный же как раз. А че не спишь-то? Главное, ночь же. Перед вами стоит пожилой мужчина, встаньником, но чистым, отглаженным кителем, навитым лет 60. Че вам, товарищ, работу? Я очень занят. Поговорите с кем-нибудь в деревне, мужчина отворачивается. Эх ты. Так, а тут? А, вот ты где. Так, пару-тройку вопросов. Какие слухи? Замечать монстров стали. Да-да-да, монстры на юге. Работу я. Это, дядь, дай работу. Первое место в стрелком чемпионате. Силен. Что нового деревня. Так, а че у тебя есть на обмен? Ножик. Ножик, бабло и патроны 12-го калибра. Так, ладно, я пошел. Я пошел, выходим отсюда. Надо в первую очередь зачесать до бара. Харчевня. Здорово. Так, 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 так. Девушка на мгновение отрывается. Да, это та самая, которая пыталась подкатить в прошлый раз. Что, извини, я очень занята. В смысле, погоди. Ай, блин. Надо просто, чтобы она меня напоила. Как бы это ни звучало. Посетитель. Да-да, посетитель. Какая-то работа. Поговори с моей сестрой. Человек простой. Пивкатом самопального самогонки. Путнику продать. За милую душу. По более серьезным вопросам нужно к Катьке обращаться. Она у нас активист. Она молодой. Хорошо, Катюха, сейчас. Кредиты с дебетами. Она знаешь, что любит? Делать всякие на стоки. Давай. Так, нет-нет-нет. Спасибо, я пойду. Своеобразное бизнес-предложение. Давай. Дело сущей пустяка. Нужно принести мне одну книжку. Я приколю к хозяйству. У меня книга заказана. А, это тоже, я помню, был квест. Давай, 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 давай. Хорошо. Дали мне расписочку, с помощью которой... Так, Катюха, давай, напои меня. Брат к тебе направил, что ты можешь мне налить в рамках дегустации какую-то новенькую настойку. А-а-а-а, это очень в тему, я уверен, что тебе еще не приходилось пробовать. Это новый рецепт настойки, точнее старый, но давным-давно забытый. Давай, давай, самогонку на девушке в носках, да, или что-то типа того. Маркировок. Храбро выпить. Вы делаете осторожный глоток у напитка странный, немного пикантный, привкус соленый, с легкой горчинкой. Вы вздрагиваете, отдаете бутылку обратной девушке, особого пьянения пока не чувствуется. Еще пара глотков не повредит. И еще пара глотков. Иииииииии... Мир вокруг вас застыл. Вы тоже застыли, однако ваши мысли работают, как вам кажется, с необыкновенной скоростью и ясностью. Что я здесь делаю? Почему? Почему я нахожусь здесь? Зачем вы пил эту дрянь? Зачем? Звук собственных мыслей кажется вам отголосками далекой грозы. Однако с каждой секундой она приближается, и вы понимаете что-то, что вы изначально приняли, что то, что вы изначально приняли за гром, это шаги. Из густого тумана к вам подходит генерал Морозов. Ищешь меня? Спрашивает он, и голос его подобен тысяче голосов. Вы не можете ответить, вы онемели. Ищешь меня? Утвердительно говорит Морозов и берет вас за безвольную руку. Пошли. Вы бредете через густой сизый туман. Морозов впереди, вы покорно сзади. Генерал уверенно прокладывает путь, и вам остается только плестись за ним. Наконец туман расступается, и перед вами встает фантастическая картина. Грибы. Невероятный, безграничный, запредельный лес из гигантских грибов. Их ножки, а скорее стволы, подобны самым толстым дубам, а шапочки, больше похожие на кроны, закрывают небо, словно своеобразные зонтики. Тем временем, генерал продолжает вести вас. Поход через удивительный грибной лес заканчивается внезапно. Перед вами стоит гигантский, даже по местным меркам, гриб. Настоящий из полен. Это Бог. Слышите вы голос Морозова. Самого генерала при этом уже нет поблизости. Он говорит из вашей головы, вашим ртом. Вы и есть генерал Морозов. Внезапно земля начинает грохотать. И вы с трудом удерживаетесь на ногах. Это похоже на землетрясение. Когда тряска заканчивается, вы поднимаете свой взгляд на грибного гиганта, и душераздирающий крик разлетается на миле вокруг. У гриба гигантское человеческое лицо. Преклонись, говорит гриб. И вы падаете без чувств. Зашибись. Набухался знатно так с грибами, поговорил. Все как надо. Вы отключились и проспали энное число. По пробуждению вы совершенно не ощущаете головной боли, да и признаков, да и других признаков похмелья. Что за х... Ой, блядь, биз... Три варианта замечательных, просто три варианта ответа. Пожалуй, выберу один. Живой, Васька, он живой, сказала Катюха. Девушка озабоченно смотрит на вас, легонько придерживает, чтобы вы не упали. Как ты себя чувствуешь? На удивление неплохо. Крепкий организм какой. Блин, вот я дура, перестаралась с отваром. Прости, ты добата какая. Чуть не угробила мужика. Девушка облегченно вздыхает и улыбается вам. Мы за твоими вещами проследили, пока ты спал. Можешь проверить. Че там, за фляжкой моей следили? Не убежала она, надеюсь? И действительно, краткая инспекция ваших пожитков. Да, вот фляжка и лысина, все мои пожитки на сегодня. Вы ведь по дедушкиным записям... А, все ведь по дедушкиным записям готовила. Бабушка после его смерти сохранила рецепты. Им уже не один десяток лет. Задумчиво произносит девушка, никому конкретно не обращаясь. Ладно, давай поговорим. Надо проверить, как у тебя речевой аппарат работает. А, и то правда. Можно задать пару вопросов. Чем занимаешься? Девушка устала смотрит, но она... Самогонку, короче, гонит. Свожу гонцы с концами. Мы просто с моим братом хозяева... Братом хозяева этой харчевни. Дела идут так себе. Вот, да, придумаю всякий разный алкоголь для наших посетителей. Молодец! Сам ищу работу. Работа нужна всем, но боюсь, это не ко мне, к товарищу Ковалеву. Могу направить. Поручения у него ответственные. Если ты мне что-нибудь поможешь по мелочи, чтобы я знал, что тебе доверять можно. Хорошо, что надо? Фуражирование, грязь твари кусачие. Мухоморов. Мухоморов. Хорошо, общение. Слушай, давай мы пропустим всю эту часть с грибами и сразу перейдем к делу. А то еще и релик серьезный, занятой. Провал! Ну ладно, ладно, соберу я тебе грибы. Буду ждать, спасибо, окей. Так, ну, нет, так нет. Здоровушки! За барной и стойкой харчевни увидите мускулистого здоровяка. Он деловито уплетает содержимое консервы и не морщит, запивает еду водкой. Лицо этого человека кажется вам знакомым. Ну, конечно, это еще один кадет Атома. Последний раз вы его видели, когда отправлялись в эту экспедицию. Вы никогда не общались, однако вам известно, что его зовут Александр. Сделать вид, что вы его не знаете. Наконец он усмехается и машет вам. Здорово, Григорий, че не признал бы, гатым буду? Че ты здесь делаешь? Александр шмыгает носом, подозрительно посматривает на позевывающего за стойкой бармена, вовлеченный таинственными расчетами девушку. Он чуть наклоняется к вам и начинает говорить потише. Ну, ты даешь, Бивень, че я здесь делаю? А ты думал, тебя единственного послали Морозова, его с товарищей искать? А вот нет, нас просто в разное время отправили. Тебя пораньше, а меня чутка попозже. Вот сам столько набрел на эту деревню. Ну и как тебе жизнь в пустоши? Так, нет, это я у него спрашивать не хочу. Слышал, может, что интересного? Последнее время я культуризмом увлекся, прислушиваюсь... Ты кто? Пришел ко мне сзади, стоит с пушкой наперевес вон. Прислушиваюсь в основном к слухам, которые с наращиванием мускульной массы связаны, но я тебе вижу, такое интересное мне покажется. Слышь, сам ты дричь! Да к чему это тебе? Мыслишь ты, Бивень, уж не обижайся слишком материально. Ой, все. Красота важна, внешне и внутренне, чтобы трисепсы тверджи камня были, да-да-да. Александра Горделева демонстрирует вам руку, которая более похожа на печную трубу, а вы припоминаете, что Мейховик Каме он по какой-то причине называет бицепсы. Так, ну короче, все, больше с ним поговорить не о чем, да, кроме его бесухи. Как продвигается расследование. Провожу вычисления, анализирую информацию, осталось немного, скоро... В раз наших ребят запилингую, запилингую. Эх, дальше пьянство, ну да, ясно, понятно. Так, больше у тебя точно наслышал очень интересного, харчевня с жизнью в пустошах. Короче, все, я пошел. Ты кто? Упая, это кто-то новенький, крепкий мужчина, подтянутый выгоревшим на солнце. Выгоревший на солнце кепке, он вступает по своему произвольному маршруту, не спеша с интересом, оглядывая хибары от родного. Подсушенная над костром лапка мирмика, торчащая из рюкзака, мужчины приветливо помахивает вам при каждом его шаге, вплоть до момента, когда он останавливается, приметив ваш взгляд. Я вообще-то спиной к нему стоял, когда он остановился. Ба, новое лицо в наших краях, удивительно, но факт, и не пытайся спорить, товарищ, память у меня фотографическая. Что один раз сказали, сказал или заприметил, считай высеченным в камне. Ну что это я о себе, дай-ка тебя послушаю. Не просто так ты ведь ко мне подошел. Вообще-то это ты ко мне подошел. Может, поторгуем? Пару вопросов. А у меня 7 рублей есть. А, твой это расписка. У меня 0 рублей есть. Я богат. Вообще так-то у меня, кстати, голод. Но Катюха меня послала за мухоморами. Надеялся задать пару вопросов. Приятно познакомиться. Меня зовут Душитель Змей. Валион Рустер и Мститель из Кишинева. Громира Геннадия, Грозный грабитель. Ну вот и познакомились. Я Никодим, а ты, значит, Валион Рустер и Мститель из Кишинева. Приятные все такое. Так, короче, я пошел за мухоморами. Добротно у него пушка. Хотя нет, это больше похоже вообще на какой-то самопал, по-моему. У меня голод красным. Мне пора что-нибудь срочно пожрать. Я побежал за грибами. Во-первых. Во-вторых, тут, возможно, еще будут какие-то враги. Вон я уже вижу гриб. Бежим сюда, а вон я вижу враг. Да, валить-то мне их нечем сейчас. Ладно, как-нибудь справлюсь. Надо срочно делать какой-нибудь квест и что-нибудь съесть, иначе я сдохну. Так, удар рукой. Ну-ка, иди сюда. Ой, блин, сразу с двух сторон. С трех сторон, ну да. Чего не с десяти. Так, крыса у нас на две клетки, по-моему, ходит, да? Раз-два. Ну-ка, иди сюда. Угу. Шанс 71. Легко ранен! Угу. Валим. Ну, крыс можно валить без потерь, а вот эту тварь у меня без потерь уже не получится. Тущая крыса промазал. Так, на тебя. Ты сдохнешь сегодня, нет? Да ты... Сука. Отходим. Сколь я работник, это называется. Вот это вот летающая хрена-то. Умри! Господи, наконец-то. Отходим. Так, еще одна крыса там. Ладно, это не беда, это мы сейчас справимся. Раз. Легко ранен. Промазал. Так, надо сейчас ударить его один раз и посмотреть, насколько клеток эта тварь... ...втащил. Отходим. Угу, то есть один удар и один раз отошел, и он мне ничего не может сделать, да? Хорошо, тогда я этим воспользуюсь. Потому что терять хп мне сейчас нельзя, я и так скоро сдохну. И раз. Угу, она уже при смерти. Готово! Так, крыса, у тебя там раз-две клетки, ты сюда, значит, подойдешь. Давай, иди сюда. И раз. И два. Промазал. Сучка. Три хп! Нихрена ты страшная. Так, ладно. Не буду больше рисковать. Да. Скотина такая. Так, а у меня... Так, нет, это пропуск хода. Иди сюда. Да слушай, ну, Григорий, прекращайте. Надо отойти в эту сторону теперь. Давай, 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 давай уже. При смерти, ну, один удар. Блин, слишком далеко отошел. А нет, нормально. Все, наконец-то эта тварь сдохла. Опять там Nvidia свою эту хрень. Показывает так. Здоровье 20 из 27. Беда. Чего у тебя там? Ничего. Почему у крысы ничего нет? А как же мясо крысы? И у этого ничего нет. Да ну что за подстава? Ну, мясо крысы же. Хотя бы ее. Каждый раз захочешь и не такое начнешь реально хавать. Так, грибок номер раз. Вроде как больше ничего. Пойду я, давайте я сейчас найду все грибы. А это что такое? А, это же этот же. Дядя, который добрый, чаем напоет. Козу себе завел, глянь-ка ты. Перед вами стоит пожилой усатый мужчина в зарубежном спортивном костюме. Его седую голову украшает блоская кипка, а шеи свешиваются старенькие очки. При виде вас он поднимает руку в знак приветствия. Здорово. Что, покасали тебя чудище по дороге? Да, пришлось подраться. Во-во, одному сейчас ходить опасно. Деревни, считай, в осаде. Одно хорошо, они не очень агрессивные сами по себе. Специально не нападают, а то мне одному здесь не сладко бы пришлось. Все эти здоровенные пауки, муравьи, крысы. У них прям симбиоз какой-то. Еще чуть-чуть и партию свою создадут. Мужчина невесело усмехается в усы и чуть прищурившись, окидывает окрестности пристальным взглядом. Наконец он вздыхает и поворачивается к вам. В любом случае, видишь, у меня тут костерок разожжен. Если у тебя консервы или чаек какой-то, милости просим к нашему шалашу. Можешь разогреть себе чего? Используй мой котелок, если понадобится. Ну или просто погрейся и отдохни. Кстати, насчет отдыха. Если у тебя вдруг игральные кости завалялись, то мы могли бы сыграть партейку-другую на деньги. А то я свою подевалку куда-то и теперь не могу найти. А человек, не бог весть, какой я азартный. Но это хоть какое-то развлечение в наших краях. Так, пару вопросов. Как ты поживаешь, расскажи о себе, что нового в деревне. Какие слышны слухи. Какой-то искатель приключений зарыл в окрестностях схрон. Вроде как после этого его то ли пристрелили, то ли волки загрызли. А схрон остался нетронутый. Так, ладно, хорошо. У меня лопаты все равно сейчас нет. Спасибо за совет, я пойду туда. Голод у меня уже начинает просто красным гореть. Меня это нифига не радует. Ну, правда, он, конечно, давно начал, но все равно. Я каждый раз на него смотрю, и мне маленько не по себе. Я только-только начал играть в игру, и уже на грани смерти. Не то, что от всяких там порезов, укуса там и так далее. А просто от того, что мне жрать нечего. Еще одна построечка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Че по шкафам? Здесь пусто. Закрыто. Слышь. А че? Использовать? Взломать. Как бы вы не мучились с этим замком, он не поддается. А использовать? Закрыто. Да. А, ну-ка. Как бы вы не мучились. Я просто помню, что до этого можно было несколько раз нажать там в этот взлом, и рано или поздно замок открывался. Но, видимо, это убрали. Ну и хорошо, что убрали, потому что это было бредуа. Здесь я не буду точно ничего искать. Я нашел уже два гриба, и чуть-чуть местных аборигинов подрал. Сейчас найду оставшиеся грибы, тогда и мы с вами продолжим. Как забавно, карта открывается. Пока персонаж бегает, это туман войны такой. Блин, игрушка на самом деле, вот появись она, ну не знаю, хотя бы лет десять назад. Я бы в нее, наверное, хреначил просто... Просто пипец, как много. Это что вообще? Это какой-то... А, это муравей. Это просто муравей. Просто муравей размером с мне по колено всего лишь. Появить она реально лет десять каких-нибудь назад, я бы в нее, наверное, хреначил просто жесть как. Второй фуллаут пройден вдоль и поперек, и очень многие подобные ему игры, такие вот пошаговые, было их реально вот очень много пройдено, просто очень много часов в них наиграно. Сейчас какая-то... Опа, это что? Это какая-то как раз это, какой-то тайничок здесь, что ли? Похоже, да, я совершенно случайно обнаружил какой-то тайничок. Сейчас такая игра вызывает уже какие-то такие приятные, ностальгические какие-то такие ощущения. Да и у этого нихрена нет. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мне сюда лопата же нужна. Схрон, попробую открыть. И... В опачке! Ножик, 7,62 и стимулятора. Давай сюда все. Наконец-то у меня появился нож. Я вооружен и не очень, но опасен. Урон 1,7. Хорошо. Колоть, колоть. Очки действия всего лишь тройка. Такое же, как он на удар кулаком. Ну ладно, сойдет. Там еще ящик какой-то. Меня сейчас как облучат. Да, да, да. Обязательно. Ладно, давайте быстро сапнем этот ящик и бежать. Давай, давай, давай. Все, готово бежать, бежать, бежать. Отравление! Что-то мне дурное кажется и травоносное. Ну, конечно, и по-моему я там нашел этот. Противоядие, да. Я залез в какую-то просто срань. Отравился для того, чтобы найти противоядие. Вот он, природный баланс у пауки. Иди сюда, маленькая отрасительная мразь. Сюда иди! Так, и раз. Вот! Вот! Совсем другое дело. А то бегаешь как мудак по всей карте полчаса кулаками машешь, чтобы одного муравья захреначить. Здесь нихрена. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас посмотрим, как на эту подействует. Ближе! И раз! 5 хп! Шанс при смерти. Просто с одного сразу. Давай еще раз. Ха! Четко! Вот это я вообще ништяк с хрон обнаружил. Вот это действительно... Почему у них ничего нету? Ну, какие-нибудь там, я не знаю, там, лапки, шапки, тапки, крылья. Че-нибудь! Но нет, вообще нихрена. Иди сюда. Так. Ближе. Вот, молодец. Слышь. Григорий, завязывай. Не кусай меня только. Один хп! Ну, хотя, на ноже же указано, что он наносит от одного до семи. Первый раз просто повезло. Да Григорий промазал. Григорий, завязывай. Григорий, ты умрешь. Если будешь так действовать. Григорий. Хотя, может, у него руки трясутся от такого огромного, жирного, блестящего на солнце паука. Да слушай, ты паскуда. Вот ловкая какая, мразь. Да неужто? 25 очков опыта. Я не хочу яркие моменты. Инвидия отстанет меня. Так, все. Еще один гриб. Угу. Еще несколько могилок. Но для того, чтобы эти могилки раскукожить, у меня нужна лопата. И не факт, что я буду этим заниматься. Так, здесь у нас... Что написано? Без лопаты в руках дела не будет. Да и с лопатой в руках вряд ли. Камыши. Камыши собрать можно? Хрен-то там. Че? А, опять паук. Иди сюда. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Подходи, подходи. Ближе подходи. Так, а отравление, кстати, 4 хп. Отравление с меня хп как дота снимает или как? Вот, начинается сейчас. Лески с бубном вот эти вот. Так, не кусай. Нельзя. А то я недалеко отошел. Да не, вроде как две клетки по диагонали. И этот паук уже ничего не может делать. Ага, хорошо. Эй, а статус эффекта какой-нибудь? Товарищи разработчики, если вы это смотрите, где? Погоди, стой. Да, хорошо, я согласен. Где, 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 где? Где, где, где статус эффекта снаряжения и ремесло? Просто посмотреть какую-нибудь текстовую пи... Ну, это просто сортировку я тыкаю. Зачем я тыкаю, я не знаю. Эксперимент какой-то. Если я стимулятор, допустим, с этим... Да ну нафиг, не! Это слишком ценные ресурсы для меня в данный момент, чтобы я ставил на них эксперименты. Так, готово. Погоди, это... Это вообще не то. Это удар ногой, это смена оружия просто. То есть мне в цифрах вот это вот ничего не покажут, да? Это просто меню. Жаль, ну ладно, хрен с ним. Ну и рыбак, с которым мы тоже общались. Ты кто такой, я тебя не знаю. Ди нахрен. Смерить мужчину оценивающим взглядом. Чузянки волопил, я тебе не витрина. Окей, окей, окей. Нерча, я хочу поговорить. Мужчина немного мнется, опускает нож и прищурившись смотрит на вас. Мы с ним тоже уже общались, поэтому я не буду все подряд прямо читать. Так, можно ли порыбачить? Вот, наживку! Вот он хочет из гигантских муравьев, ось, пауков. Сгоняй за бутылочкой, что покрепче, я тебя вмигну. А-а-а. Ладно, понятно, а этот алкаш хочет бухашки. Короче, я, пожалуй, действительно пойду. Можно? Перед вами лежит самодельная удочка. Ясно, понятно. Видимо, нельзя. Знали бы вы говорить, на что клюет местная рыба. Так я уже знаю, на что она клюет. Другой вопрос, что я излечь все это не могу. Здоровья у меня 16. Еще один жучара. Осяра, точнее. Так, иди сюда. Сейчас мы ее завалим, заберем этот последний грипп и можно идти к отюхе. Вот, прекрасно, просто прекрасно, реально. С одного тычка раз и готово. Забрать, как обычно, нечего. А, вон, паук еще бежит. Ну, давай, давай, иди сюда. Ближе, ближе. Еще ближе. Маленькая шестилапа и мразь. Восьмилапа, точнее. Готово. Так, так, так. Грибочки. Точно ничего не было. Надежда умирает последней. Нет, нихрена нет. Ну, ты посмотри на них. Так, вы взяли мухомор. У меня вроде как... Где мои квесты? Снаряжение и ремесло. Где мои... Тихо. Это не то. Статус, карта, отдых. Принести. Собрать пять мухоморов для Кати из харчевня. А у меня их сколько? А у меня их пять! Катюха, я иду. А, здесь же еще есть какая-то хрень. Вот, которую надо починить. Но это потом. Ладно, сейчас мы грибы Катюхе сдаем. А там посмотрим. И сюда еще надо же. Нет, не сюда. Вот сюда надо зайти. Так, 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 так. Катюха, я собрал вот те твои грибы. Молодец, настоящий ленин. Спасибо тебе за помощь. Грибы высший сорт. Я прямо заделать честь и взял только лучшие собирать. Мало ли у вас тут так. Общение. Ой, ну это все, конечно, хорошо. Да только умеялся я. Так, бартер. Не проканала. Новый уровень. Все по-честному. Давай-ка я прямо сейчас весточку к Ковалеву. Хорошо. Весточка, 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 весточка. Так, ты где? Ты где? Вот ты где. Пожилой. Да-да-да. Мне в баре рекомендательное письмо дали. Отдать записку. Берет записку. Ага. Катя Радченко считает, что вы заслуживаете доверия. Может быть и так. В любом случае, вам удалось произвести на нее впечатление. Ну, как там с работой? Да, с работой. Председатель задумчиво поховствует пальцами. Наконец он поднимает глаза и смотрит на вас так, как будто пришел к некоему решению. Может и есть работа. Значит так, вы, наверное, уже слышали о банде, которая терроризирует наш поселок. Они каждый месяц приходят. Да, короче, он рассказывает прямо о бандюганах. Нам надо узнать, кто в этой деревне засланец этой банды. Ближе внимательно слушаю. Дело в том, что в поселке есть тукачок. Значит, провести расследование. Подкивает и подходит ближе. Вы согласны или нет? Согласен. С чего начать? Скажу вам, что... Кого я точно не подозреваю. Разумеется, я полностью доверяю своим бойцам Яну и Петьке. Но мы уже знаем, кто это. Опять же, кто смотрел предыдущие серии по этому, тот уже в курсе. Поэтому я сейчас пойду целенаправленно к тому этому. Это он нам сейчас рассказывает про всех жильцов в деревне. Какие еще советы? В таком случае пойду вызнавать. Да, я, пожалуй, действительно пойду вызнавать. А можно я здесь пошарюсь? Я есть хочу, мужики. Очень я. Пиво. Бутылка с водой. Я есть хочу, а не пить, мужики. Есть что пожрать? В сейф. Ну, в сейф точно лучше не соваться. Так, ладно, отходим. Так, 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 так. Ой, нет, тихо, стой. Не мешайте мы уйти. Ну-ка. Чего тебе есть пожрать? Водка, портвейн, пиво. Мясо 40 рублей сырое. Причем стакан, вилка, ттеха, презерватив. Очень надо. Ну, у меня 0 рублей. И, блин, противоядие мне нельзя ему отдавать, потому что у него самого отравление, стимулятор, тем более. Он мне здоровый всего 16. Я так сдохну скоро. Так, все, отпусти меня. Давайте, во-первых, мы... Погоди, а здесь, а здесь, а здесь. Тут спит какая-то мадама. Дайте-ка я в пятку. Допустим. И травяной сбор. Пучок сомнительных трав. Это мое. Так, 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 так. Больше здесь ничего нет. Эй! Обворовать, говорить информацию. А чего у тебя есть? Бутылка с водой? Макулатура. Ладно, от тебя я останусь. Просыпайся! Спит она там. Перед вами стоит глубокая старушка с клюкой. Она одета в черное платье и платок. Под ее густыми, все еще черными, как смоль, бровями, скрываются умные, совсем не старые глаза. Я хотел бы узнать ваше мнение про местных бандитов. Расскажите, что нового в деревне, какие слухи. Расскажите о себе. Забыла, сколько мне лет, молодой человек. Но я еще прекрасно помню свою жизнь. И, честно говоря, у меня нет большого желания делиться ее подробностями с тем, кого я не знаю. Прошу меня извинить, справедливо. Действительно справедливо. Короче, на отвлеченные темы она пообщаться со мной явно не желает. Какие слухи. Ладно, я пошел. Пока что от этой бабульки я явно ничего не добьюсь. Так, дедуля. Где же ее дедуля, который попросит меня еще собрать? Здорово, дед. Старый глубокий старик в тюбетике. Он меня сейчас попросит собрать всю эту капусту. Поэтому я по-быстренькому сейчас ее... Что нужно сделать? Сейчас я ее соберу. Хорошо. Хорошо. Потопали. Тыц-тыц-тыц-тыц. А, вот. Кукурузу, а не капусту. Готово. 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 Идем назад. Вроде все, да? Да, вроде все. Держи. Собрал твою кукурузу, отец. Так, 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 так. Не страшно, я был бы рад был помочь. Вы получили охотничья винтовка. Сыренький охотничий карабин. Хорошо. Спасибо, дед. Ну-ка, 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 покажи. 762. 762. У меня есть всего один патрон. Да, особо так не разгуляешься. Ладно. Пойдем. Пойдем. Во-первых, мы еще зарулим в этот дом. Какой у нее стрёмный платок. Я ее разбудил, она теперь шарахается по всей деревне. Это же она? Вроде она. Ну-ка. Да, там на кровати уже... А, нет. Это две одинаковые бабушки-клона. Ну, почти одинаковые. Так, во-первых, с тобой давай поговорим. Росомаха. Я не знаю, почему он мне Росомаху напоминает. Водонапурную башню чинить пришли. Да почему бы и нет? Да, вот, я говорил про водонапурную башню. Надо будет попробовать ее починить. Хорошо, сейчас погляжу. Иди сюда. Я не знаю. Не, интеллекта, по-моему... Интеллектом тут дело не решишь. Двигатель неисправен. Сначала нужно починить его. Ремонтировать. Успех! Вы починили двигатель, а теперь удалось его завести. Я тоже хочу, чтобы у меня в жизни все движки чинились нажатием левой кнопкой мыши и кнопкой починить. Журнал заданий обновился. 9 очков опыта получено. Вы можете умыслить и попить из-под крана. Но чтобы набрать воды, вам нужно взять пустую бутылку в руки. Ну, прямо вот в руки, да? Просто так из инвентаря никак. Ну, давай, хорошо, хрен с тобой. И раз. И два. Емкость быстро наполняется относительно чистой водой. Относительно? Насколько относительно? Применение минус 75 токсичность. Через минуту минус 75 токсичность. Токсичность. Пускай здесь полежит. Так, пойдем. Пойдем получим законно заслуженную награду. За наши эти непомерные старания. Книга боевые заслуги. Хорошо, пускай лежит. Я случайно ткнул на этот ящик. А ну как успехи с двигателем? Ну вот, починил. Да не верю, да не в жизнь. Родбост Тарас. Это все приятно, конечно, но что ты мне заплатишь? Да, и меркантильная скотина, которая находится на грани голодной смерти. Так что дай сюда бабло. Эх, товарищ, создавали впечатление человека порядочного. Отстань. Бартеры. Денежную сумму. 100 рублей? Хм. 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 Нет, ну 100 рублей так-то общение. Провал. Вот не надо мне тут. Вы получили деньги 100 рублей. Деньги 100 рублей. Деньги 100 рублей, кстати, это не так-то и плохо, не так-то и мало. В принципе, мне сейчас, по крайней мере, я смогу пожрать. А вот тот самый петух. Петух, который... Этот... Который предатель. Так, сейчас я быстренько просто перетыркаю с ним диалог. Потому что он все равно особо ничего не скажет интересного. Давай сразу расставим все точки над «и». Стукащи-то ты. Да тихо, ты не ори так. Ну я это я. Ты почему сразу стукаешь? Меня сюда жить всей хатой снаряжали. Я агент внедрения скорее. Плевать. Мое предложение еще в силе, между прочим. Контр-предложение. Ты мне за молчание еще и приплатишь. Успех! Вот замечательно. Гопника на сотку опустил. Благодарю. Постой тут. Мне еще подумать надо насчет твоего первого предложения. Так, хорошо. Гопника мы этого раскрыли. Но пока что мы не пойдем к этому мужику. К этому нашему председателю. Не будем его сдавать. Мы накроем сразу все логово. А потом уже этого лысого прокинем. Вставай! Валяйся, он там спит. Усатый какой-то. В белой рубашке наглаженной. Ты ж куда пошел-то? Перед вами стоит крепкий смуглый мужчина, лет 45, высвешивший рубашки с коротким рукавом. Это по-вашему короткий рукав? Его суровое лицо украшает густые черные усы. Я хотел бы узнать мнение про бандитов. Позорные шоколады. Да-да-да. Так, что нового в деревне? Все тихо. Слухи. Какой-то культ, который помогает простым людям. Все, да? Больше с ним поговорить особо. Да иди ладно, спи обратно, я пошутил. Слышишь, мужик, иди и спи, ложись, короче. Сутуловатый, сухопарый, в целом крепко сложный мужичок. Местный доктор, мне нужна ваша помощь, купить лекарства. Так, что у тебя там вообще есть? Мухоморы по 13 рублей продает. Блин, надо было сюда тащить. Слышь, а... А, 0 рублей, это же это же. Это же сумма сделки. А вот моя сумма, 200 рублей. Так, 200-200 рублей у меня есть. Каспарамида, военные лекарства от всего. От всего. Может вызвать наркоман? Наркоман, вызываю тебя. Аптичка, довоенная аптичка, содержит себе все, что нужно. Средства от радиации, довоенная входит комплект военной этой самой. Деньги, симулятор. Так, готово. Погоди. Какие симптомы? Давай придирчиво, озабоченно потирает подбородок. А да, бесплатно. Григорий восстановил 11 очков здоровья. Спасибо. Я вижу, что у меня новый уровень. Вижу, вижу. В этом, наверное... Он уже давно, на самом деле, очень висит. Вы там, наверное, сильно ругаете, что я его так до сих пор не раскидал. Ну, я вижу. Так, 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 так. Магазин, любые товары. Вот сейчас сюда еще за рулем. Спасибо. Ой, погоди. Надо же было попробовать еще вылечить отравление у доктора. Доктор, плохо мне. Ваша помощь. Вы и так здоровы. Это, доктор, ну... Ладно, ладно. Погоди, а опять же, там он насчет скидки говорил? Угу, угу. Попытаться с тобой. Я просто думал, что мало ли он соизволит какую-нибудь работу мне тоже выдать, чтобы я потом получил скидку на покупку всех этих медикаментов. Худой мужчина среднего возраста. Слушай, как насчет скидки. Провал ясно, понятно. Хочу прицениться, несколько вопросов. Чем же деревня? Мечтами и надеждами. Был гигант металлургия. Город сотен тысяч людей. Ага, ключевое слово был. Так, ладно. Покажи мне, короче. Макаров, деньги. 9-ти миллиметров. Блин, ну... 125 рублей. А, ну, хотя целый тридцатник патронов. Это же за этот же? За весь тридцатник или... Да, это за весь тридцатник. Так, все готово. Убери пока что. Кофеек, чаек, галеты, вещмешок. Стихотворение прям почти получилось. Патрон 12-го калибра картечь. 7-62-3 штуки. 29. Запрыш что ли для своих... Да хотя у меня сейчас не очень-то с этим оружием. Точильный камень. Гвозди. Хузмыло. Веревка. Ну, мыло и веревка рядом лежат. Замечательно. Макаров. Короче, я не знаю. Тихо, отпусти меня, пожалуйста. Вопросов не имею. Как насчет скидки? Провал, опять же. Ну, мало ли. Надо будет потом еще третий раз попробовать. Два раза уже попробовали. Третий тоже надо. Новый уровень. 25 навыков. Так, так, так. Легкое. Холодное, рукопашное. У меня сейчас все ножами, заточками, топорами. Блин, ну я всю игру-то не буду бегать с холодным оружием. Правильно, правильно. Винтовки, автоматы, ружья. По-хорошему надо вот что качать. Тяжелое оружие, потому что... Винтовки, автоматы, ружья, скорее всего, именно с такими пушками я буду бегать уже потом. Когда мы с вами неплохо так прокачаемся. Или нет? Хрен вот на это. Короче. Ребят, я, скорее всего, наверное... Мы пойдем с вами к тому бункеру, но я все же маленько поступлю нечестно с этой игрой. Скажем так. Прям по-честному ее проходить просто будет очень-очень-очень долго. Очень. Со всеми этими диалогами, со всем прочим. Вы получили урон 4 хп отравлением, подсказывает мне. То есть, вот оно. Это все же дота. Давайте я его использую. Ладно. Чтобы оно меня там не мурыжило. Хорошо. Я смотрю просто... Ой, тихо, стой, никуда не иди. Я смотрю на эту карту, и здесь и так-то есть где побегать. Здесь вообще вниз. Далеко причем такое... А, нет. Вот, все, здесь заканчивается. То есть, реально, есть где побегать, и эти места, которые можно поисследовать, я думаю, для фанатов жанра, эта игра, она из тех, которую стоило бы урона 1 хп из-за голода, стоило бы пройти именно по-честному. Но у меня на это уйдет просто капец, как много времени на все поиски ресурсов, постоянные погоню за едой, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы с вами, я думаю, все же ломанем эту игрушку, вооружимся капитально, так это будет у нас много еды, воды и патронов, и попремся сразу в бункер, посмотрим, что там. А пока что все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.